Друзья, мы продолжаем нашу экскурсию по Иерусалиму Свободную экскурсию без экскурсовода Ну, разве что я для вас в некотором роде экскурсовод Сам знающий мало, почти ничего Вот перед нами опять еще один базарчик Такой мы уже в него не пойдем Такой вот в Иерусалиме, в Тель-Авиве тоже есть подобные базарчики Базарчики искусства, где продаются разные такие подделки Так что мы этим уже избалованы Не будем заходить туда Нам машет рукой старая Иерусалимка, женщина Люди вообще в Израиле приветливые, друзья Вот мне нравится Насколько мне не нравится местная власть, местное правительство Настолько мне нравится, друзья Сам израильский народ Приветливые люди Вот все-таки чувствуется В них вот эта Как бы школа Школа Торы Школа Библии Люби ближнего своего И они очень дружелюбные Они очень такие Не эгоистичные Не сосредоточены на собственной выгоде Вот так вот Я имею ввиду таких простых граждан Обычный народ Да вот даже в международном масштабе Вот брать Вот и Хоть израильтяне Назвали этот общий Для них с арабами дом Страной Израиля Чем в общем-то и возбудили эту войну Арабо-израильскую Цикл войн Этот конфликт Все-таки Надо отдать должное евреям Они Посмотрите как красиво Такие здания Они оказывают огромную материальную помощь И вот палестинская автономия Перекачивают туда огромные деньги Фактически Содержат их И местные арабы Которые живут в Израиле Они живут в фактически Привилегированном положении Там Полиция Израильская В эти места Она Крайне редко вхожа Они там не платят Арнону Там допустим За газ За воду Арнона это такой налог На землю На котором стоит дом Каждый житель Израиля Он платит Арнону Налог на землю И кучу Ищу всяких налогов Которых допустим О которых я даже и не слышал Живя на Украине И бывшем в Советском Союзе Вот арабы от него освобождены То есть евреи как бы стараются Быть человечными к арабам И помогая чем могут Ну в ответ получают теракты От скажем так Несознательной части арабского общества Ну Конечно арабам можно понять так объективно Что все таки они Тоже хотят жить в своей стране Они в еврейской Они хотят Жить на равных Поэтому вот я вижу единственный выход И сложившись в ситуации Это Создание Истинно демократического общества Страны Которая будет домом Для всех В ней живущих людей Без каких-либо привилегий Без каких-либо привилегий Какой-либо одной стороны Вот друзья перед нами здание Бейт Акнесет Бейт Акнесет Меркози центральная синагога Тель-Авива Вот я тоже впервые вот ее вижу Так как и многие из вас друзья Вот смотрите целый огромный комплекс А вот там дальше мы видим здание с крестом На крыше на куполе То есть какое-то культовое христианское сооружение Ну и недаром вот Иерусалим называют Городом трех религий Имеется ввиду иудаизм Ислам и христианство И вот даже экскурсии здесь есть Одна из экскурсий называется Так и называется Иерусалим Трех религий Значит во время этой экскурсии Есть возможность посмотреть святые места Всех трех религий Христианский там гроб Господень Христианские храмы И чисто еврейские И арабские Вот почему этот город собственно и называют святым Вот почему этот город собственно и называют святым Один из смыслов того, что здесь очень много Так называемых святых мест То есть культовых мест Всех трех религий Вот эта синагога Посмотрите она все тянется и тянется Целый комплекс Вот экскурсия друзья Группа людей в Иерусалиме, как вы сами понимаете, очень много различных экскурсий А вот здание заброшенное Ждет своего часа для реставрации Хорошее добротное здание, крепкое, с камня А вот пока руки у властей не дошли Так Джейвис Национал Фанд Туда Туда Значит Мы сейчас идем в центр К центру, к старому городу Я не хочу сказать, что это для реставра Ну вот так выйдет Значит, еврейский национальный фонд какой-то Супруга моя хочет на улицу, где больше магазинов А я, естественно, хочу на улицу, где больше таких культурных достопримечательно ездил Ну, слава Богу, в Кировине есть и то, и другое, и третье И можно угодить на все вкусы Вот гостиница перед нами Леонардо Плаза Это, друзья, целая сеть гостиниц Леонардо Плаза по всему Израилю Вот посмотрите, перед нами Там, да, очень оригинальная такая башня, если вы видите Вот интересный райончик тоже Вот это здание интересное, пока не знаю, что оно Поближе подойдем Почитаем Ага Вот это здание тоже, вот я вижу надпись Иерусалим Грейд Синагога Большая Иерусалимская Синагога Конечно, наверное, можно было бы туда зайти Но, наверняка, там в синагоге внутри нельзя снимать Да и она сейчас закрыта, по всей видимости Откроется уже ближе к вечеру Когда евреи все идут в синагогу, чтобы встречать субботу Я имею в виду, евреи, конечно, религиозные, не все А процент религиозных евреев, он не такой уж большой Они, по-моему, составляют уже лишь пятую часть от всего Количества жителей Иерусалима Если мне, жители Израиля, если мне, конечно, не изменяет память Вот смотрите, друзья, на здание минора Севисвечник Стеклянная вот такая Вон мельница, друзья, если вы видите, вот я прыгнусь Вот там на дальнем плане Такая круглая башня С лопастями То есть здесь вот в центре Иерусалима Ближе к старому городу Вот мы уже подходим, в принципе, к старому городу Очень много различных организаций Международных организаций, еврейских организаций И христианских организаций Самых различных Вот здание перед нами А наверху, я не знаю, но я так думаю, что это Иисус Христос Ну, в крайнем случае, Дева Мария То есть это какая-то международная организация, христианская организация Которой принадлежит это здание А слегка Кто это, вот вы не знаете? А вы Иерусалимка А вы Иерусалимка, да? Вот, друзья, даже иерусалимцы не все знают, что это за фигура Но я думаю, что это все-таки Иисус Христос А вы вот это знаете Или Дева Мария Ну, больше никто не удостаивался чести вот так Так высоко подняться Да? Нет, не спрашивайте имену Так высоко подняться над бренной жизнью, над бытием Так высоко подняться над бренной жизнью, над бытием Иерусалимка Тепет Иерусалимка Орд